Жители деревень Верхний и Нижний Татмыши своими силами благоустроили родник, который бьет в тех местах более 400 лет. В засушливом 2010-м, когда уровень воды в водоемах упал, он буквально спас жителей окрестных деревень. А качество его воды высоко оценивают специалисты Казанской лаборатории. Вода – это источник жизни. Местные жители это понимали и всегда относились к ней с большим уважением. Несмотря на то, что поблизости бьют множество родников, Адак Щоля является самым почитаемым. Скорее всего, здесь жил человек, тот, который нашел родник этот, Адак. Мы предполагаем, что имя его Адак и название родника происходит как раз от его имени Адак Щоля. Он связан с памятными такими традициями народными. Когда в деревне появлялась невеста, молодая жена, обязательно молодые жены шли сюда, к роднику. Когда выходили на Сенокос, сюда приходили к роднику тоже сначала перед Сенокосом, после Сенокоса тоже как бы благодарили родник этот. Инициатор возрождения родника Альберт Сергеев посвятил много времени исследованию родных мест и установил, что деревня Татмыши образовалась в 17 веке при источнике Адак Щоля. На тот момент здесь проживало порядка 200 человек. Он убежден, что вокруг родника нужно развивать этнокомплекс, посвященный родословному древу уроженцев верхних и нежных Татмыш. Мы сделали в этом году первый этап. Мы благоустроили территорию, почистили от кустовых деревьев и силами селян и учеников школы посадили деревья. Сегодня мы посадили около тысячи деревьев разных пород. И здесь у нас елисвина, и хвойная тоже есть. В будущем планируем участвовать во всевозможных грантах. Конечно же, чтобы сделать красивый проект, нужно финансирование. Сельчане надеются, что совместными усилиями проект получится притворить жизнь, и у них появится живописное место для отдыха и массовых гуляний.